Мука, яйца, молоко, подсолнечное масло, соль, сахар по вкусу. Классический рецепт. Вся страна печет блины. В самом разгаре масленица. Сколько это стоит в нашем репортаже? В магазине выбираем все необходимое для блинов, смотря при этом на цены. Молоко возьмем 53 рубля за литр. Десяток яиц нам точно не потребуется, поэтому берем вдвое меньше. 39,50. Топпинг по вкусу. Купили сметану 250 граммов за 50 рублей. Еще потребуется мука. Покупаем килограмм высшего сорта за 39. Соль, сахар и подсолнечное масло на кухне есть всегда, потому на них не тратимся. По чеку у нас получилось 183 рубля 50 копеек. Печь блины для коллег будем с шеф-поваром Иваном Мешков в кулинарной студии. Нам понадобится мука высший сорт, пшеничная. Дальше соль. Так, давайте так поставлю. Молочко, мука, масло подсолнечное, яйца. Рецептов блинов сотни. С Иваном будем печь классически. Берем 600 граммов муки, просеиваем ее, добавляем молоко и яйца. Соль, сахар по вкусу. Итого получилось около двух литров теста. Три яйца в целом здесь хватит. Побольше положим, побольше. А что дает яйца в тесте? Ну вот как раз такую консистенцию, сдержанность теста, питательность и калорийность. Я готовлю как я обычно готовлю блинчики, как дома. Часто готовите блинчики? Ну вот стараюсь на масленицу готовить, естественно, ну и на завтрак тоже периодически. Когда тесто готово, печем первый блин и обязательно пробуем его на вкус. Всего ли хватает соли, сахара. Вот поэтому и говорят, первый блин комом. Секрет выпекания блинов в тщательной подготовке процесса. Надо хорошо прокалить сковороду, нагреть масло и главное не торопиться. Коллеги с масленицей, угощайтесь блинчиками. Мы решили устроить по-настоящему праздничный четверг. Пробуем блины, сделанные коллегами по разным рецептам. У Екатерины блины получились диетические, без яиц. На выпечку она потратила 46 рублей. Один блин обошелся в 2 рубля 30 копеек. Мы на выпечку своей стопки из 30 блинов потратили 132 рубля. Получается, что один у нас стоил 4,40. Эксперты отмечают, что в среднем за год индекс блина подорожал на 3%. В основном из-за роста цен на растительное масло и яйца. Но традиция это святое, так что не будем ее нарушать. Сегодня четверг, а четвертый день масленичных гуляний на Руси назывался «Росгуляй». Устраивали широкое празднование, уличные гуляния и начинали объедаться блинами. Приятного аппетита! С масленицей! Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика. Класс!